Добрый день, друзья! Это подписчики канала Гриша из Брисбена. Сегодня с очередным интересным видео с разницей между употреблением углеводов как основное энергообеспечение тела или немножко другим видом потребления пищи, которое вызывает кетоны. Если вам интересна эта тема или любые другие темы, которые затрагиваю, пожалуйста, сделайте мне отражение, подпишитесь на мой канал, нажмите красное окошко subscribe и подпишешься на мой канал. Также там будет колокольчик, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить никакое из новых видео, которое я выпускаю. Это видео является также частью... Поверьте мне, я не доктор. Оригинальный линк к этому видео я поставлю внизу видео и также всю транскрипцию видео вы можете увидеть там. Многие знают, что потребление углеводов плохо влияет на тело. Можно заработать диабет, можно заработать многие-многие проблемы. И люди стараются находить новые так называемые диеты или способы правильного питания, чтобы избежать болезней, как я называю, осознанных человеком. В последнее время очень популярны две так называемые диеты. Первая это употребление пищи с маленьким количеством углеводов и другая так называемая кетогенная диета. Давайте начнем с низкоуглеводной диеты. Чем отличается от кетогенной? Первое, она не даст ничего того, что даст кетогенная диета, потому что в тот момент, когда в организме есть глюкоза, кетоны не будут выделяться. Я о кетонах немножко расскажу попозже, почему это настолько важно. А пока давайте концентрироваться на отличиях. Во-вторых, низкоуглеводная диета не говорит нам, сколько мы должны употреблять белков и жиров. Она просто говорит употреблять меньше углеводов, что в принципе гораздо лучше нормальной пищи, которую мы привыкли употреблять, но не так хорошо, как, допустим, кетогенная диета. Кетогенная диета говорит, что углеводы употреблять не нужно или очень мало. Также нужно употреблять не больше четвертины своего дневного питания с белками. Все остальное должно быть хорошие жиры. Еще раз, хорошие жиры. Жиров есть много, и есть жиры, которые не полезны, и есть жиры, которые полезны. Это я расскажу совершенно в другом виде. Какое же преимущество кетогенного образа жизни? Первое, давайте поговорим о воспалении тела. Немногие об этом говорят. Мы почему-то думаем о воспалении, как это какой-то, я знаю, грипп или что-то такое. Типа воспаления, которые мы чувствуем. Что-то болит, допустим, головная боль, это воспаление внутри черепной коробки и все. Есть воспаление, которое мы чувствуем. Есть воспаление, которое мы не чувствуем, из-за отсутствия нервных окончаний там, где они происходят. Воспаление тела – это очень распространенное явление, и оно вызывается неправильным энергообращением в организме. Почему? Потому что, если вы подумаете, Большинство нашего питания состоит из углеводов. Углеводы, чтобы их переработать, вызываются гормон инсулин. Также очень много выбросов при переработке сахара в крови. Эти все выбросы остаются в теле, и получается, что он вызывает так называемый стресс. Что же происходит с кетогенной диетой? Нету этого стресса, потому что кетогенная диета не будет находить глюкозу. Когда нет глюкозы в организме, печень будет выделять кетоны. Кетоны – это организм, который выделяется при расщеплении жиров, и когда их нет в организме подкожного жира. То есть, по большому счету, если вы когда-то думали сбросить килограммы, не нужно идти в зал и травмировать себя. Питайтесь правильно, таким образом, не потребляя углеводы, вы заставите свое тело не сохранять жир на последующие дни, потому что у вас избыток жира, а вы заставите свое тело разбивать жир на энергию. И таким образом, энергия будет нормально сгорать, и не будет никаких отходов. В чем еще преимущество кетогенной диеты? Не будет такого состояния голода, потому что жир в организме есть почти всегда. Если организм закончил употреблять жир, который вы употребили с едой, он перейдет на подкожный жир, он найдет жир, как его разбивать, и найдет, как с ним работать. Но переход с нормальной диеты на кетогенную нужно делать медленно, потому что организм не сильно любит работать, организм у нас ленивый. И если сказать, все, я больше не кушаю углеводов, перехожу на жир, организм будет требовать углеводов, потому что он привык. Это дешево, это легко ему, ему не нужно никуда идти, ни на чем работать. Он будет требовать углеводы, будут головные боли, будут другие проблемы. Поэтому это совершенно другая тема, мы ее ставим на потом. А пока что я хочу сказать, что если нормально перейти на кетогенную диету или стиль жизни, не будет голода, не будет перепада настроения, будет всегда состояние, что еды достаточно. И также, как побочный эффект, вы будете терять килограммы. Если вы потеряли достаточно килограммов, нужно просто увеличить количество пищи, которую вы кушаете на кетогенной диете. Также, что очень важно знать, ко мне очень многие приходят и говорят, а, мы слышали, что кетогенная диета, если ее долго делать, она противопоказана. Будет проблема с тем, будет проблема с другим. И я всегда спрашиваю людей, а что вы употребляете при кетогенной диете? Они говорят, что жары? Понимаете, ребята, жиры есть разные. Точно так же, как на вегетарианской диете, можно сказать, я могу кушать печенье, одно, да? Печенье это вегетарианская еда. Если кушать печенье целый месяц и ничего другого, то ваш организм просто погибнет. То есть, если вы решили поменять диету, нужно понимать, что разнообразие пищи, полезная пища, пища, которая постоянно меняется, это залог успеха. Поэтому, если хочется перейти на кетогенную диету, дайте мне знать. Я дам понять, какие продукты лучше употреблять, какие лучше избегать. И таким образом помогу вам избавиться от боли, голода, скорее всего, не стать диабетиком или избавиться от диабета второй степени и т.д. и т.п. Спасибо большое за просмотр. Если понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До следующих видео. Большой привет! Гриша из Брисбена.